А теперь вернёмся в зал суда. Истец Илья Подпругин подаёт иск о признании ответчиков, утратившими право пользования квартирой, снятии их с регистрации по месту жительства и выселении из квартиры. Ответчики Евгения и Людмила Подпругины иск не признаёт. Пожалуйста, истец, обоснуйте ваши исковые требования. – Уважаемый господин судья, я хочу вам сказать, что с моей женой, неразведённой, мы прожили очень долгую жизнь. Я работал на предприятии, получил малосемейную квартиру в общежитии, прописал её, дочь. Потом мы стояли на очереди на улучшение жилищных условий и в процессе этого накопили на однокомнатную квартиру. Когда мы её купили, мы проживали там, а из малосемейки мы не выписались. Все остались прописаны в малосемейке. В процессе жизни ситуации разные были. И выясняется так, что в одной из ссор, что мы с женой узнаём, что это не моя дочь. Я провёл экспертизу, действительно. Эта девочка не моя. Была проведена экспертиза, которая подтвердила это. У меня есть документальное подтверждение тому. Мы в это время ещё смогли накопить на двухкомнатную. Она переехала туда, я не стал переезжать. Всё это оставил им. И вернулся в свою малосемейную. Выселил квартирантов и вернулся туда, назад. Прошло определённое количество времени, почти пять лет. Прихожу я домой, смотрю. В квартире моя дочь сидит. Как так, что такое? Пять лет ни слуху, ни духу. Она говорит, пап, я поругалась с мамой. Хочу пожить у тебя недолго. Ну ладно, поживи. Так случилось, случилось в жизни. Всё, может быть, проходит неделя. В одно из воскресеньев, звонок в дверь, я выхожу. Стоит моя дрожайшая половина. С чемоданами. И в квартиру пусти меня, как пусти. Ну, понимаете, с ней немножко тяжеловато бороться. Я человек мягкий. Ну, слово за слово. Меня внесли в квартиру. Со мной случился инфаркт. Я попадаю в больницу. После больницы выхожу. Они уже там полноправные хозяева. Выделили мне уголочек за шкафчиком. За шкафом. Живи, мол. Ну, эти ссоры, всё это, вы сами понимаете. Ругань. Я боюсь, что второго я не перенесу инфаркта. Сколько уже ваша супруга совместно с ребёнком не проживала в той квартире, которую сейчас вы занимаете по договору социального найма? Сколько уже лет? Почти 10. Более 10 лет. То есть более 10 лет ваша бывшая супруга совместно с несовершеннолетней дочерью тогда, видимо, в данной квартире не проживала, ею не пользовалась, судьбой этой квартиры не интересовалась и коммунальных платежей и так далее не выплачивала. Нет, секундочку, секундочку. За квартиру платила я. Что, все 10 лет? Все 10 лет. Двухкомнатную. Илья. За свою квартиру. Нет, простите, пожалуйста, за эту квартиру по договору. В которой живёт он до сих пор 10 лет один за эту комнату, плачу я. И за свои квартиры за все плачу я. Илья, давай будем уже честными. За свою двухкомнатную квартиру. Не надо. Хорошо, ладно, говори дальше. В этой ситуации вы просите признать утратившим право пользования и проживания в указанной квартире, поскольку ответчики на протяжении длительного времени в данной квартире не проживали, то есть они расторгли договор в отношении самих себя. Правильно я вас приняла? А, нет. Пожалуйста, ответчики, я вас слушаю. Зарегистрирована я у отца. Я не знаю отношения, какие они у них, чья я дочь, я сама как бы не понимаю, да? Что ты говоришь, а? Нет, ну, у вас там свои дела, да, зарегистрирована я на определенном адресе. Я знаю, где это. У меня мама после того, как они развелись, она занялась бизнесом. Я не знаю, я не вдавалась в подробности, честно говоря, да, но тем не менее. А деньги пять лет тянуло. Насколько я знаю, бизнес прогорел, да, и сейчас я, мне не дают жизни нормальные звонки кредиторов ее, которым она должна. Нормальная жизнь это не ядца, ваше честь, обратите внимание на это. Как я поняла, этот залог вложил эту квартиру. Теперь можно ко мне жить. Извини меня. У меня получается одно жилье. Какое? Там, где я зарегистрирована. Какое у тебя жилье? Я зарегистрирована там с детства, на протяжении двадцати лет не надо куда-то пойти. Простите, пожалуйста, ответчик, но вы не можете утверждать, что указанная квартира, где вы сейчас проживаете, является и вашим единственным местом. Это не так. Поскольку у вас в собственности находится одна-вторая доля двухкомнатной квартиры, вы не можете утверждать, что квартира, занимаемая вашим отцом по договору социального найма, является вашим единственным местом жительства. Что я тебе говорила? Вы можете сказать, что я там зарегистрирована, и у меня в собственности одна-вторая доля квартиры. Но, тем не менее, я же имею право жить там, где я зарегистрирована. Она вообще делает все, что хочет. Лишь бы абстаргироваться. Папа сам по себе, мама пускай с долгами расхлебывается, а я так пока поживу где-нибудь, и потом что-нибудь еще от мамы. Нет, ну мама-то может с долгами со своими разбираться только принадлежащей ей собственностью, поскольку взыскание на вашу половину собственности быть обращено не может. Ответчик, вот на вашу одну-вторую долю в этой двухкомнатной квартире никто не может обратить взыскание. Это ваша собственность. Ну, тем не менее, с нее же тоже, с нее пытаются взыскать эту ее половину. А мне, мне элементарно нужно тоже работу искать, да? Вот я не хочу. Так надо искать. Ты же, я не хочу. Она сейчас нет, не учится, не работает, она только деньги сосет. Конечно, надо пытаться что-то делать. А ты ничего не хочешь. А как у мамы деньги закончились, а она поступила, вот такая ситуация случилась, ты сразу раз и в стороны. Мама, пускай разбирается, пускай маму гроб, гроб на самом гробе, а я к папочке перебегу. А маму, это мама осталась. Нет, а мама-то почему к папе вернула, скажите? Дело в том, что мне пришлось, осталась небольшая сумма, которую я должна выплатить. Я под это жилье взяла в банке кредит и сесть под залог жилья. Мне нужно его выплатить. И мне пришлось сдать квартиру, ваша честь, понимаете, в чем дело, чтобы расплатиться. Я пришла к Илье, так как я все-таки на этой квартире зарегистрирована, и я так почитала, что какое-то время, по договору с ним, я могу какое-то время пожить там, понимаете, чтобы решить эту финансовую проблему. Ровно через год, потому что по 20 тысяч в месяц я ее на год сдала. 200 тысяч я возвращаю, все. И я ему сказала, Илья, я тебе клянусь, что мы через год уйдем оттуда. Ответчик, будьте добры, пожалуйста, мне документы на двухкомнатную квартиру. Пожалуйста, не знаю, не знаю. Так, это шустрый. Суд удаляется для принятия решения. А теперь вернемся в зал суда. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования ССА, возражение ответчиков по заявленным исковым требованиям, рассмотрев представленные документы, заявленные исковые требования удовлетворяет и признает ответчиц, утратившим право пользования квартирой. Суд выносит решение о снятии с регистрационного учета по месту жительства. И также суд выносит решение о внесении изменений в договор социального найма. Суд удовлетворяет исковые требования, потому что ответчицы более 10 лет назад добровольно выселились из квартиры, которую они занимали по договору социального найма и перестали выполнять свои обязанности по этому договору. В соответствии с правилами части 4 ст. 69 ЖК РФ, когда гражданин перестает быть членом семьи нанимателя, он самостоятельно отвечает по своим обязательствам, вытекающим из договора социального найма. В данном случае ответчицы с момента выселения прекратили выполнять свои обязанности по договору, а именно перестали оплачивать свою долю жулья и коммунальных услуг. Суд разъясняет, что несовершенное, что за несовершеннолетних детей и гражданско-правовые обязанности до совершеннолетия выполняют родители. А по достижении 18 лет в данной ситуации, когда у нас дети становятся полностью дееспособными, то каждый самостоятельно несет обязанности и исполняет свои права. Суд учел, что у одной из ответчиц на праве собственности принадлежит двухкомнатная квартира, в которой обе ответчицы проживали на протяжении последних 10 лет. В каждой из ответчиц в дальнейшем не намерены проживать в той квартире, в которой они в настоящее время проживают, поскольку из показаний ответчиц суд сделал вывод, что это носит в данном случае проживание достаточно временный характер. При таких обстоятельствах суд считает, что ответчицы более 10 лет тому назад добровольно выселились из данной квартиры, прекратили выполнять свои обязанности по договору социального найма. То есть в этой ситуации ответчицы в одностороннем порядке расторгли договор социального найма в отношении самих себя. То, что у нас предусмотрено данное правило, пунктом 32-м постановление Пленума Верховного Суда от 2 июля 2009 года. Так как ответчицы признаются утратившими право пользования данной квартиры, которая ранее занималась по договору социального найма, то, соответственно, в договор социального найма будут внесены изменения, поскольку единственным нанимателем по договору будет у нас только истец. По этому основанию ответчицы утрачивают право пользования указанной квартиры и снимаются с регистрационного учета по месту жительства. Ответчице слишком длинный срок – 10 лет. Это очень много. Истец и ответчики. Суд огласил свое решение. Дело закрыто. Решение суда. Исковые требования удовлетворить. Наконец-то поживу полной жизнью один. Я счастлив. Не знаю, зачем нужна была такая категоричность. Мы могли бы договориться и сами. Я думаю, что можно было подождать бы все-таки годик. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова